Спасибо! Спасибо большое! Десантин был у вас стеснительный. Мы как-то приезжали в Надым. В Надым приехали. И, значит, два концерта отыграли. А самолет вечером, у нас лежит, подходит начальник отдела культуры. Да и, мужики, тут рядышком вахтовый поселок. Две с половиной тысячи народу ничего не видят. Может, смотались? Ну, смотались. Приехали туда, ну, зайчик. Избушка на курьих ножках, но народу набилось все. Причем все, что самое дорогое, родное, что у них было, они с собой приволокли. Кошек, собак, олени, все там было. Но самое главное, что вот этот вот зайчик, маленький такой. И первый ряд пустой. И на этом первом ряду сидели два наши десанты. Они к синеве проснулись. Они ревели так, что нас слышно не было. Ну, это я понимаю. Но команду я представляю все равно, потому что куда-то, поскольку раз они приезжали, все равно спрашивают. А, ой, на первой пластинке одни лица, на третьей, на пятой. И, вы знаете, лица-то, может, и те же. Только вот прошло уже 29 лет. Иногда на себя в зеркальце сут лица, как глянь, и сам себя не узнаешь. Ну, люди еще узнают, поэтому по порядку самого маленького. Я его уже представлял. Но не могу не добавить, что это автор подавляющего большинства песни исполненной группы. Бас, гитара, заслуженный артист России Юрий Сладов. Спасибо большое. Ну, я думаю, нет смысла что-то уже повторяться. Я про Дениса рассказывал. Да и сам он вас, наверное, очаровал своим музыкальным талантом. Ну, что сказать. Он у нас главный аранжировщик. Мы его даже между собой называем самый главный наш музыкант. Почему? Да потому что, в отличие от нас, четверых стоящих на сцене, он один ноты знает. Там человек в жизни очень добрый, очень порядочный. Очень такой парень хороший, ласковый, нежный. Ну, что сказать, все это заменяет одно слово – прапорщик. Заслуженный артист России Денис Платонов. Спасибо. Спасибо огромное. Аплодисменты. Да, именно в 1991 году вместе с Денисом из нашей болградской, ну, она, свирская воздушно-десантская десантная дивизия. Вот и Дима пришли. Они вместе в армию заслужили и дружили. Ну, я хотел бы сказать по-другому. Я про ноты начал говорить. Что, действительно, за 25 лет, вот уже совместного нашего музицирования, практически скоро четверть века, мы постричались, подружились со многими, самыми известными музыкантами нашей страны. И вы знаете, не всегда наличие музыкального образования и знания нот заменяет одно – наличие таланта. Вот Дима есть талант. Наверное, вы это поняли. Он все свои гитарные партии, все сочиняет, и делает, и играет сам. И, в общем-то, с гитарой все практически не расстается. Лидер гитары – заслуженный артист России Дмитрий Макрушин. Наш барабанщик. Есть у нас барабанщик. Просто барабанщик лет 17 назад со сцены сбежал. Времена были тоскливые. Наше поколение помнит, что это были за годы. Найти в каком-нибудь городе маломальские удачные барабаны было нереально. А таскать его ящики за собой было просто нереально. Зато появились вот эти вот японские народные инструменты. Ну да, это у нас балалайка, у них будет работа. Только программируй, и все в порядке. Зато Егор получил возможность заниматься звукорезисерской работой. Егор вместе с нами начинал союзную деятельность группы еще в 1988 году. Самый сердечный из нас, наш барабанщик, звукорезисер, заслуженный артист России и Егор Сердечный. Спасибо огромное. Впервые весь Советский Союз узнал о том, что есть такой ансамбль «Голубые билеты» в апреле 1987 года. Тогда на экраны телевизоров, когда там было дома поколение, особенно рассказываешь, это они говорят, вообще это понять не могут. Мы говорим, у нас тогда по телевизору в СССР было всего две программы. Первая и вторая. Не 185, как сейчас все эти тарелки и брать. И вот одна из самых популярных передач, которая шла в самое лучшее смотрибельное время, которое сейчас модно называют телевизионщики prime time. Это воскресные дни, когда все мы собираемся. Сегодня что идет у нас prime time? Мы сегодня болеем и переживаем на льду со звездами, в цирке со звездами, на кухне со звездами, в постели со звездами. Мы практически все родственники Анну Ларисовну Пугачеву. Мы все знаем, что у них семена происходят. А тогда, и это трудно поверить молодежи, что вот именно здесь о нашем поколении иногда вспоминается с ностальгией, что вся страна переживала, болела за солдат. Программа называлась «Всесоюзный телевизионный конкурс, когда поют солдаты». Рядом с Александром Барекиным или с Кузьминым или с Боярским стоял обычный сержантик откуда-нибудь или там лейтенантик. Они пели песни, вот голосовали карточками красными. Вдруг в апреле 87-го года телемост «Москва-Кабул». Прямо из Афганистана, из студии радио «Афганистан» вся страна увидела, как на сцену вышли настоящие десантники. В билетах, с орденами, с гитарами. Я в это время тоже уже был в Союзе, я в 86-м вернулся. Я смотрел эту передачу, до сих пор помню свои ощущения. Я когда увидел, думал, ох, как сам только вернулся, сердце забилось. И кого я там увидел? Выходит, Федорович, и я сразу. Притом он специально, наверное, чтоб я его узнал. Все вышли, как положено, с гитарами. Один Федорович вышел в каске, бронежилете с грандометом. И все, я его сразу узнал. Ну а песню «Коллектив исполнил», она называется «Опасные черты». И именно от этой черты идет отсчет вот той любви, которая обрушилась тогда на коллектив. И мои благодарны и вам, что вот вы сегодня в этом зале слушаете песни. Ну и очень здорово, что с первого концерта и по сегодняшний день на сцену вывод коллектив, бессменный художественный руководитель группы, кавалер двух орденов Красной Звезды, заслуженный аттест России Сергей Яровой. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы своим опасной черты Среди гор впереди перевод Против нас в глубине темноты Враг отборные силы собран Лишь рассвет грянетой, как гроза Дождь светцовый пойдет за дождиной Красным блеском отцветит роса На корнях с опасной чертой А мы давно переступили Черт и опасной, но их повернили Еще когда нас в небе обрестили Когда в десантин с вами мы служили АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сделан шаг и запрышем суббирь ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Верой, что все у нас будет хорошо. Если на утро солнце не хочет, Спариваю, заглянусь. Если внутри все от гнева клокочет, Водки охота хлебнуть. Если болит и колено, и печень, И обижает жена, Значит, настала свецел на вечной Черная баланса. Черная. Волоса. Слушай, как шабричь, Руки не опускай. Солнце за кучами все же есть, Это не забывай. Завтра другая жизнь, Ветер в пути ищет, И прокричит на зло врага. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Если машина с утра стоит, В доме отключен газ, И телевизор неделю молчит, Значит, пришел от газ. ПЕСНЯ 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 Служай хорошо ты, Руки не опускай. Солнце за кучами все же есть, Это не забывает Завтра другая жизнь Ветер в пути еще И прокричи на слов ракан Все будет хорошо 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 А всех зрителей сегодня в этом зале Мы благодарим замечательную группу За замечательную концертную программу Рады видеть вас еще не раз в нашем городе На нашей сцене Желаем творческих успехов Благополучие И примите, пожалуйста, в подарок В память о нашей встрече Нашу традиционную Каргопольскую глиняную игрушку Под аплодисменты зрителей Спасибо Это наш музей Вот как до пояса у нас Аплодисменты зрителей Аплодисменты зрителей Спасибо Аплодисменты зрителей Аплодисменты зрителей Аплодисменты зрителей И соответственно И соответственно И соответственно И соответственно Дальше в вашей будущей жизни Крепкого и несомненного здоровья Успехов В труде ваших Аплодисменты зрителей И дай вам И большое спасибо Аплодисменты зрителей Продолжение следует...